Режут, сверлят, шпаклюют. Работы в здании Яршовской школы идут круглосуточно. В дневные часы шумные, в ночные отделочные. Строители уже вышли на финишную прямую. До конца месяца они покинут объект. По сути дела это будет новая школа в рамках старого здания. Потому что меня поменяли и крышу, и перекрытие, и окна, и двери, и соответственно вся отделка внутренних помещений. Все коммуникации мы смогли заменить. Ремонт в Яршовской школе должен был завершиться к середине сентября. Но уже в процессе стало понятно, сделать предстоит больше, чем планировалось. Приняли непростое решение. Срок работ продлить, чтобы не потерять в качестве. Попросил родителей наших отнестись с пониманием, что мы этот месяц терпим такие неудобства. Дети, педагоги и родители. Мы организовали подводство в другие школы наших детишек. И конечно это неудобно, но уверен, что по итогам результат наших работ здесь ремонтных, я думаю, все эти неудобства, собственно, оправдают. Ремонт в образовательном учреждении на личном контроле у главы округа. Вместе с ним ход работ еженедельно проверяют и родители. Вся отделка согласована с ними. Думаю, дети будут довольны вообще обещать. А родители будут родители? Родители тоже. Но самое главное, чтобы дети. В новый учебный год за новыми партами большую часть мебели для Яршовской школы закупят. И это еще не все. Улучшат материально-техническую базу, приобретут современное оборудование. По плану учителя и ученики смогут им воспользоваться после первых каникул. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.